МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Десногорск готовится к своему празднику. Провели полностью согласование всех материалов, которые будут использоваться на данном объекте. Ремонт образовательных учреждений города продолжается. Вам совет сразу же, те, кто начинает 10 класса и младше. Участвуйте реально. Школа Росатома призывает всех участвовать в конкурсах. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 8 сентября на Кургане Славы стартовала 11-я межрегиональная вахта памяти с участием сводного отряда объединения поисковых отрядов атомных станций России «Концерн Росэнергоатом». Подробности далее. В торжественной церемонии открытия вахты памяти приняли участие представители Смоленской областной думы, руководство Десногорска и других муниципальных образований региона. Директор Смоленской АЭС Павел Лубенский, духовенство нашего города, юнормейцы, школьники, спортсмены-финалисты баскетбольного марафона и бойцы отрядов атомных станций. То, что мы сегодня в Десногорске, в преддверии дня города, это правильно и отрадно. Десногорцы имеют в своем составе три поисковых отряда. С Десногорцами мы возили останки в город Томск. Десногорск – город не только молодой, но и город, преуспевающий в патриотическом движении. Я бы хотел, чтобы это оставалось так же в дальнейшем. Именно по инициативе Смолян в 2007 году поисковые отряды атомщиков России объединились. В объединение вошли поисковые отряды Ленинградской, Нововоронежской, Курской, Калининградской, Балаковской, Ростовской и Смоленской атомных станций. Первая вахта памяти с участием сводного отряда атомщиков прошла на Смоленской земле. Первая межрегиональная вахта памяти стартовала на территории Ростовского района. С тех пор стала доброй традицией ежегодно вести поиск в регионе расположения одной из атомных станций. На счету поискового объединения атомщиков сотни поднятых героев войны. Десятки установленных имен и найденных родственников. Сегодня юбилей создания поисковых отрядов атомных станций России. Мы всегда будем в неоплатном долгу перед теми, кто защищал отчизну в боях, кто не щадя себя совершал трудовые подвиги в Тулу, кого замучили в фашистских лагерях, кто так и не дождался, не встретил счастливого дня Великой Победы. Низкий поклон победителям, поисковикам, кто участвует в этих мероприятиях. Сегодня на счету поисковиков сотни поднятых останков воинов РККА. Установлены десятки фамилий и имен солдат. В этом году у нас принимают участие представители семьи атомных электростанций. Порядка 75 человек. Очень многочисленная вахта. В этом году практически полный состав. Самое главное, конечно, не количество тех бойцов, которых мы поднимем, а сама работа, само участие. В вахте памяти принимают участие десногорские отряды «Обелиск» и «За родину». Работы будут проводиться в Ельнинском районе у деревни Витятнёва. Именно на этой территории в 1943 году проходила Смоленская наступательная операция. Площадка подготовлена. Была у нас проведена разведка в июне. На этом месте за 10 дней было поднято 160 бойцов. Имеется в виду не точная цифра, по одной простой причине, что мы добавляем. Сегодня еще утром было добавлено еще 4 бойца. Ребята мне отзвонились. Постоянно пополнение. По оперативным сводкам на месте работы вахта памяти погибли и пропали без вести 1200. Поэтому думаю, что результат будет хороший. Вахта памяти 2017 продлится до 19 сентября. Торжественная церемония захоронения останков найденных воинов состоится 17 сентября на Воинском мемориале в деревне Ушакова Ельнинского района. С октября на Смоленщине изменятся сроки получения пенсии. Те смоляне, которые раньше получали пенсию 3 числа, теперь получат свои выплаты на день позже. Это изменение коснется исключительно тех, кто получает свои пенсионные средства через банки. Таким образом, сроки начисления пенсии в регионе через банки теперь установлены с 4 по 22 число ежемесячно. Перенос сроков выплат не коснется тех пенсионеров, которые получают их на почте или при помощи альтернативных доставочных организаций. Десногорск готовится отметить свой день рождения. Как будет проходить праздник, вы узнаете далее. В 10.00 традиционное праздничное шествие трудовых коллективов Десногорска по центральной улице города. В 12.00 на городской эстраде поздравления жителей от руководства и почетных гостей. В 12.40 на городской эстраде развлекательная программа для маленьких десногорцев. В 13.00 на Аллее славы чествование лучших работников Десногорска. В 16.00 на городской эстраде концерт творческих коллективов Десногорска. Завершится праздник фейерверком в 22.00. Непростая ситуация на сегодня сложилась в нашем регионе с приобретением лекарств для льготных категорий граждан. Расходы на закупку дорогостоящих препаратов превысили размер средств, выделенных области на эти цели федеральным бюджетом. Это произошло из-за обращения пациентов в столичные медицинские центры, где им назначают дорогостоящие европейские препараты. Кроме того, ситуация с лекарственным обеспечением осложняется и постоянным ростом цен на медикаменты. Губернатор области Алексей Островский обратился к правительству с просьбой о выделении дополнительных средств из федерального бюджета. Эксперты отделения «Народный фронт» предлагают новую концепцию формирования программы «Доступная среда». Предыдущая модель признана относительно неэффективной. Несмотря на масштабные затраты, из бюджетов большинство людей с ограниченными возможностями не заметили значительного повышения доступности объектов и инфраструктуры. Теперь представители ОНФ предложили инвалидам самостоятельно сформировать список наиболее актуальных учреждений на основе их ежедневных маршрутов. На средства, выделенные на ремонт образовательных учреждений концерном «Росэнергоатом», будет отремонтирован фасад детского сада «Лесная сказка». О ходе ремонта на этом объекте мы расскажем в следующем сюжете. В августе после аукционной процедуры был заключен контракт на ремонт фасада детского сада «Лесная сказка». В настоящее время работы идут полным ходом. За данный промежуток времени мы провели полностью согласование всех материалов, которые будут использоваться на данном объекте. Процесс изготовления окон уже у нас начат, уже первая партия мы уже поставили на объекты и сейчас ребята устанавливают. Завесены леса в полном объеме, на 70% площади здания они уже смонтированы. И начат процесс монтажа вентилируемого фасада. Ремонтные работы проходят под контролем комплексной комиссии. «Контроль ведется нами. С целью контроля также создана комиссия с представителями городского хозяйства, муниципального образования и представителями Смоленской атомной станции. Для того, чтобы контролировать качество выполнения работ подрядчикам, для того, чтобы контролировать объемы выполненных работ». Родители также положительно отмечают перемены на территории детского сада. «Мы уже ходим сюда два года и я считаю, что данное облаконаживание территории, как от лица всех родителей, могу сказать, что это очень хорошо, потому что прежде всего, когда мы ведем своего ребенка в сад, мы смотрим на все, что нас окружает». Ремонт по графику закончится 9 ноября в этом году. Ремонт по графику. В это воскресенье, 10 сентября, на лыжной трассе в деревне Генина состоится традиционный третий открытый велокросс Смоленской АЭС. Приглашаются все желающие. Для регистрации участника необходимо просто отправить СМС-сообщение на номер 8 910 713 8110 с текстом фамилия, имя, год рождения, место работы или учебы. Открытие мероприятия в 9.00. Всю минувшую неделю в Десногорских школах проходила демонстрация развернутого видеоинтервью победителей конкурса юных педагогов проекта «Школа Росатома». 7 сентября в первой школе прошла демонстрация развернутого видеоинтервью победителей конкурса «Юные педагоги» проекта «Школа Росатома», который проходил в школах Десногорска в 2017 году. На встречу со старшеклассниками пригласили героиню видеофильма учителя русского языка Наталью Лесную, авторов интервью Никиту Кукина, Дарью Козлову и их руководителя Ольгу Кузьмичеву. Ребята рассказывали, как они работали над фильмом-портретом о педагоге, который отдал профессии всю свою жизнь. Делились опытом, давали советы и призывали быть активными, иметь цель, стремиться к ней и побеждать. За свою работу участники конкурса получили награду – поездку во Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке. Поэтому большую часть времени ребята рассказывали об этой поездке, жизни в центре и делились впечатлениями. И, похоже, у них появились единомышленники. У меня есть небольшой творческий потенциал, который бы я хотел воплотить в жизнь и реализовать. И сегодня показанное нам видео от «Росатома» меня на это сподвигло. Я хотел бы участвовать в дальнейшем в этих конкурсах. Проекты «Росатома» для школьников помогают не только развитию интеллектуального уровня, выявлению талантов, но и формируют у юных россиян понятие гражданской ответственности и долга. Это все новости на сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова